Идет съемка скрытой камерой. В объектив попадает нарушитель, выгружающий из багажника своего автомобиля мешки с отходами мясопроизводства. Происходит это безобразие в 100 метрах от Камы. Видеорегистратор фиксирует правонарушение. Вот. Выбирал момент, когда не было машин, чтобы у меня ее не сперли. Картонная коробка, автомобильный видеорегистратор и дополнительный источник питания. Вот и весь нехитрый шпионский набор местного жителя Михаила Губина. Поначалу три месяца подряд он дежурил у стихийной свалки. Выслеживал вредителей, скидывающих отходы рядом с рекой. Однако такая оперативная деятельность оказалась неэффективной. Тогда доморощенный детектив смекнул поставить скрытую камеру. Невозможно так вот их просто заловить, за руку поймать. Невозможно. Только так. Вот. Две камеры установил на машину поставил на въезде там. И одну я установил вот здесь вот. Дальше, как говорится, дело техники. Видео свидетельства есть, номера машины зафиксированы. Была вызвана полиция, злоумышленников оперативно вычислили. По словам Михаила Губина, выяснилось, останки выбрасывали выходцы из Средней Азии, живущие неподалеку. На рынке у них несколько мясных торговых точек. После поставленного протокола и выписанного штрафа, нарушители поспешили убрать за собой дурно пахнущие отходы. Три дня назад свалка была подчищена. Из этого места было вывезено два грузовика костей. Но единственное, от чего до сих пор не смогли избавиться вредители, это от запаха тухлого мяса, который чувствуется до сих пор. Чего не может понять ни Михаил Губин, ни председатель местного товарищества. На место сброса отходов, кроме полиции, никто больше не приезжал. Хотя люди обращались и в администрацию района, и в Роспотребнадзор. Дважды. Ответа так и не последовало. Никаких требований нет. То, что надо было от нас, мы дали и поймали. Остальное дело их. То есть у них есть, они обладают карательными функциями, и они должны за это все отвечать. Они сидят, контрольные органы должны появиться здесь и что-то сделать, какой-то вывод. Если вывод не сделают, соответственно, это будет продолжаться. Чтобы отходы здесь не появились вновь, в товариществе решили действовать своими силами. На первых порах отремонтировать старый шлагбаум при въезде на территорию и установить на участке дежурства. По словам Михаила Губина, если понадобится, камеру он установит в 6 секунд. Благо, оперативный опыт уже имеется. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.